Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают драк на площадке или уже площадке на площадке как раз 1975 год когда команда спартак под руководством владимира кондрашина великого тренера взяла вверх в битве против цска я был на этой игре и об этом как раз вопрос можете вспомнить эту серию что там происходило благодаря чему спартак дожал армейцев но во-первых это очень короткая серия была там это даже не серия это был финальный матч не было тогда серии не было тогда там подошел цска насколько я помню цска и спартак подошел к финальному матчу чемпионата ссср вот финального матча и кто выиграет тот чемпион и как раз это финальный матч произошел в юбилейном и но мои личные воспоминания я прилетел из я и сам из косноярска играл юношеский турнир зону какую-то там дальнего востока сибири дальнего востока и прямо с самолета с сумкой в юбилейный начала матча опоздал я был свидетелем сидел на паркете рядом с площадкой и видел вот эту победную победный бросок сергея кузнецова знаменитый сегодня конечно но интересно я всегда мне всегда интересно заболевать на нашими курбанов швед остапкович камолов еще антонов травмирован к сожалению да а там наши старые знакомые фридзон фридзон моня вяльцев торопов и так далее ну и друзья давайте поблагодарим в комментариях но и я лично поблагодарю от себя наших шикарных гостей с мы сегодня начали студию александр сергеевич кульков и вам спасибо не перестану повторять блестящий разыгрывающий цска свое время и сергей николаевич тараканов легкий форвард один из лучших своем времени сергей николаевич спасибо вам спасибо первые два гостя были легендами но и сейчас я с удовольствием представлю возможно еще одну будущую легенду только в сфере медиа автор и актер команды квн союз ведущий и креативный продюсер развлекательного шоу студия союз и участник множества различных комедийных проектов виктор щитков привет по совместительству привет ребята товарищ привет всем любителям баскетбола вы лучший зритель потому что вы любите лучшую игру с мячом ребят вы крутые это сейчас прозвучало как видео бомба когда знаешь телефон врывается так трансляция сейчас магазин на диване сейчас будем продавать мерч как твою кофту первую очередь я думаю сегодня точно будет жара потому что два топовых клуба сегодня играют собрались здесь москве и я думаю сегодня зенит будет упираться очень сильно потому что было недавно было недавно обидное поражение мы все это прекрасно видели поэтому сегодня я думаю они будут доказывать что они одни из лидеров чемпионата но цска на домашнем паркете цска вообще в принципе не проигрывал еще в этом сезоне тем более уж на домашней арене когда солдат я думаю сегодня будет жара сто процентов сейчас вы снимаете огромное количество юмористических передач на медиаплатформах вот скажи честно не надоело ли тебе шутить не надоело ли мне шутить я думаю знаешь как я в детстве у меня было две мечты либо работать это сфере связаны с юмором либо стать баскетболистом я сначала попробовал конечно 2 стать баскетболистом не быстро сказали что но парень как бы любительские лиги это твой потолок я пошел в ту сферу где я чувствую себя как рыба в воде мне нравится я думаю то же самое чувствую как эти парни которые выходят на паркет и пока я буду чувствовать все силы я буду этим заниматься мне это нравится и в одном из интервью ты сказал что твоя цель это оставить на память снимок с баскетбольным мячом в каждой стране где ты побываешь да и я напомню уже от себя виктор щитков доты 2012 года не был за границей ни разу как сейчас идет прогресс с твоей целью слушай после 2012 года что-то поперло что-то поперло я много побывал где даже на разных континентах можно так сказать в лиссабоне ты нашел такую самую красивую площадку на берегу океана да это там и это ребята те кто любят баскетбол сейчас смотрят этот эфир будет после этого смотреть матч ска честно вы бы вы были со мной солидарны такая площадка не одна она там пустует на берегу океана с видом нас живописный мост с отличным покрытием замечательная площадка но пустует это вот в португальцы что с вами не так с эстетикой у них все в порядке с баскетбольчиком да не алё в каждой стране где я был но наверное пересчитать попали но и больше чем пальцев на руке я был с баскетбольным мячом или с какой-то баскетбольной атрибутикой везде где я был приезжая в новый город новую страну я всегда стараюсь первым делом сходить на баскетбол посмотреть как там по развита культура баскетбола сегодня с нами всегда рады тебя видеть выражай словами болельщиков столица 1 столица москва вперед цска